Слива русская Ну, например, то же самое фиговое дерево, да, или маслины, ну, они знали еще там такой древности, ну, то есть еще письменных источников не было, на которые можно сослаться, а их уже выращивали, уже знали, как их прививать, уже знали, как их укоренять. Ну, а, например, та же слива русская, она появилась только где-то во второй половине прошлого века, то есть это где-то 60-е годы, в принципе, она примерно мне ровесница. Что это такое? Вообще слив много разных, много, но мы в основном знаем сливу европейскую домашнюю. Вот обычная слива, вот она, слива европейская домашняя, которую мы там привыкли выращивать. Самая известная в московском регионе – это венгерка московская. Такая вот длинненькая, немножечко розовая, ну, на вкус немножечко, на мой вкус, суховатая, но тот, кто не знает других слив, он ее любит, выращивает. Я использую в основном в качестве подвоя, то есть на нее прививаю какие-то другие сливы, или алычу, или сливу русскую, и как подвой она великолепна. То есть не замерзает, очень хорошие корни, крепкие, замечательная вещь. Так что же такое слива русская? Значит, про сливу домашнюю европейскую я сказал, а есть еще слива китайская. Не надо пугаться, это не сливы из Китая, потому что, когда я только говорю, сливу китайскую не хотите, ой, да не надо, что у нас все китайское, да китайское. Не, это название. Половина мира называет эту сливу китайской, а другая половина, в том числе и в Китае, называет японской, как вы называете. В принципе, у нее есть подвид слива уссурийская. Если вы такой патриот, можете называть ее сливой уссурийской. Так вот, это очень интересная слива, она с такими длинненькими листочками, ее еще называют слива иволисная. Круглые, крупные плоды. И на мой вкус, вот я с нее начинал лет, наверное, 30 назад уходить от сливы домашней, которой привык. Красивые очень плоды. Я начал выращивать два сорта. У нас всего два сорта в России районированы. Это сорт скороплодная и сорт красный шар. Вот красный шар особенно мне понравился и запомнился. Это вот такие крупные, ярко-ярко-красные плоды. Их настолько много, что вот все дерево облеплено плодами. И как будто, вот знаете, это новогодняя елочка с красными такими шариками. Очень красиво. Когда я ее только посадил, мимо никто не мог пройти. Все останавливались и спрашивали, Андрей, а ты что повесил на свои деревья? Это, пожалуйста, это сливы красный шар. Вкусная, великолепная. Вкус у нее кисло-сладкий, сочная, прекрасная. В общем, сливы китайские мне очень понравились. И я очень пожалел, что маловато их районировано у нас в стране. И вообще слабенько пока с ними работают. Работает, пожалуй, только один институт имени Лисовенко в Барнауле. И мне понравилось, как очень интересная, необычная, красиво цветущая, красиво, очень цветет, как сакура. Культура. Я все думал, а может быть вот ее скрестить, допустим, со сливой европейской домашней. Что, кстати, и было когда-то сделано, и появился сорт Евразия. Кстати, если вы хотите скрещенную сливой европейская домашняя и китайская, это как раз та самая Евразия, она с номерами, их много таких, Евразии, по-моему, 46, но сейчас не буду врать, можете попробовать. Но в городе Крымск, это не Крым, это город Крымск, была селекционная станция, и там были прекрасные селекционеры, они решили сделать очень интересный опыт. Они скрестили сливу китайскую со сливой растопыленной. Не пугайтесь, слива растопыленная, знаете, что это такое? Это научное название алычи. Вот обычная алыча, та, которая растет на юге, такие большие деревья, желтенькая, кисленькая, ну, что из нее делают? Кемали делают. Кто грузинскую кухню любит, тот знает, что такое кемали. Без кемали не садимся за стол. Вот, как раз из этой алычи ее и делают. Скрестили. И получилась алыча гибридная. Но было обидно. Слива китайская, слива европейская, слива японская, а наши где? Ну, и селекционеры подумали, а давайте мы ей дадим второе, вернее, первое название. Пусть это будет слива русская. Раз она родилась у нас. Почему бы нет? Назвали ее сливой русской, но, правда, сейчас и так, и так ее называют. Алыча гибридная или слива русская. Что она из себя представляет? Во-первых, мне очень нравится, что это достаточно невысокий кустарник. Даже все-таки кустарник – это не деревья. Как правило, я ее формирую так, что можно без лестницы, без стремянки доставать до всех частей растения. Не очень мощно она растет, но зато она растет так вот в разные стороны. Она растопыривается. Ну, наверное, растопыренная – это оттуда тоже идет. И поэтому уход за ней достаточно прост. Если вы можете без стремянки за ней ухаживать, это очень хорошо, очень здорово. Не надо куда-то лезть, не надо мучиться, не надо снижать крону, если что. Поэтому очень здорово. Выведено очень много сортов. Ну, вот я начинал испытания, например, с Кубанской кометой. Названия за какие? Названия – Кубанская комета. Прекрасно. Но самым любимым сортом у меня стало златоскифов. Даже, видите, поэстическое. Златоскифов. Вот представьте, маленькое достаточно растение, но вот чуть выше меня, допустим, я метр шестьдесят девять раньше был, сейчас я метр шестьдесят восемь. Ну, вот во все стороны где-то метра два. И я с такого маленького деревца-кустика собираю где-то три десятилитровых ведра. Три. То есть это где-то тридцать литров. Это еще небольшой урожай, потому что веточки, они просто вот облеплены сливами, сливы друг друга касаются. Вот на одной такой веточке может быть два десятка. В общем, посмотрите, в интернете там много фотографий, вы просто фотографию посмотрите, и вы лишитесь дара речи. Что это очень красиво, она ярко-желтого, не желтого, золотистого цвета, золотого цвета, злато же, златоскифов. А вкус, пока она вот чуть-чуть крепенькая, когда она начинает созревать где-то, это июль, начало августа, она настолько сочная, что вы ее кусаете. Вот я обычно, когда ее пробую, я одеваю вот этот, как это называется, передничек детский, да, потому что ее надкусишь, и сразу сок течет. Вот вкусный, сладкий, великолепный, я люблю сочные ягоды, вот не люблю сухие, а люблю сочные. А вот когда она перезревает чуть-чуть, это становится мягкой, это просто мед. То есть вы... Нет, не могу описать, конечно, это надо показывать, надо дегустацию устраивать. Но я думаю, если вы где-то достанете посадочный материал, вы сами будете устраивать дегустацию для своих соседей, друзей, знакомых, если, конечно, убережете урожай от детей. Если у вас дети и есть внуки, они, конечно, съедят это первыми, но, может быть, оно и хорошо. Кроме злато-скифов появилось очень много сортов, то есть практически все селекционные центры работают со сливой русской. Например, и я, что называется, запал на белорусскую селекцию, полюбил сорт санейка. Санейка – это по-белорусски солнышко. Солнышко тоже желтые, вот такого вот размера, круглые сливы, поздние. И много их, то есть ты собираешь, 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 варишь варенье, отвозишь бабушкам, а она все не кончается и не кончается. Ну и, конечно, просто поесть, просто поесть вкусное, но не перебарщивайте, потому что слива, если ее съесть много, например, мне один знакомый жаловался, слушай, у меня расстройство желудка от твоей сливы. Я говорю, а сколько ты ее съел? Пол ведра. Слушай, если пол ведра съесть, конечно, будет расстройство желудка. Ешьте понемногу, ну хотя бы по третьей ведра, не больше. Так что начинайте с этой, с малой дозы. Ну какие у меня еще сорта? Да, вот в этом году меня очень порадовала июльская роза. Слушайте, тоже название. Июльская роза. У меня, кстати, маму звали Роза. Роза Сергеевна она была. Так вот, июльская роза самая ранняя из сортов алычи, то есть где-то вот середина июля, она уже начинает бочок у нее краснеть. Сама эта чуть такая вот не желтая, а светло-зеленая с бочком таким красным, румяным. И тоже удивительно вкусная. Вот, наверное, не сладкая, а такая кисленько-сладкая, освежающая. Просто вот съел и как вот и мозги прочистил, что называется. Великолепный сорт, очень я его люблю. Ну и еще несколько сортов я испытываю. Просто их много, я назову, которые я люблю. Допустим, чук и гек. Это два сорта. Хотите, чтобы разные чук желтый, гек бордовый? Или наоборот? Хотя нет, наверное, все-таки правильно я сказал. Но все путают, даже селекционеры, чука с геком, потому что они вот такие, всегда рядышком стоят. Шатер. Ммм, такая серьезная. Алыча очень вкусная, которая идет у меня в основном на приготовление пастилы. Пастила, что-то из нее вкусное получается. Ну и много-много других сортов, в общем-то, сейчас перечислять не буду. Так, теперь, если я про что-то говорю, мне сразу встречный вопрос. Вот ты нас, это самое, с панталыку сбил, мы захотели теперь, где взять? Слушайте, друзья, самое главное, не покупайте в интернете, потому что в интернете очень велик обман. Не покупайте на всевозможных выставках, ярмарках, просто вдоль дорог. Тоже очень легко могут обмануть, потому что вы придете и скажете, мне нужна Алыча Златовский. И вам скажут, конечно, вот тебе Алыча, а где этикеточка? Сейчас я этикеточку сделаю, напишу, повешу, все у вас будет. Так что будет у вас неизвестный саженец с этикеточкой. А то, что вырастет, ну вы, во всяком случае, это поймете года через два, когда этот неизвестный саженец либо заплодоносит, либо не заплодоносит. А продавца уже искать вы не найдете. Езжайте в ближайший питомник. Практически все питомники сейчас производят Алычу. И если вы, допустим, не в московском регионе, где-то в другом, в другом регионе тот самый питомник, он как раз производит Алычу, сорта Алычи гибридные или сливорусские, районированных, то есть тех, которые будут расти и плодоносить в вашей климатической зоне. Кстати, я вот когда публикую про Алычу фотографию, мне сразу же пишут, она не будет расти у нас, потому что уж больно она как-то это красиво выглядит такое. Это, наверное, южное растение. Слушайте, приходите, посмотрите. Еще как растет и как плодоносит. Но из-за забора, конечно. Потому что однажды у меня приехала съемочная группа поснимать. Съемочная группа большая, восемь человек со светителями. Они сняли Алычу, пока я куда-то отходил, они съели большую часть Алычи. Стали снимать по второму второй дубль, но второй дубль уже не хватает. Они говорят, мы не виноваты, мы не могли, не смогли противостоять искусу, соблазну. А когда решили попробовать по одной, попробовали, и все, дальше не могли остановиться. Так что, видите, вот такая вот прекрасная культура, которой стоит заняться. Хотя у нее есть тоже кое-какие недостатки, как, в общем-то, всесливые. И вишня, она может страдать от такого заболевания, как манилиоз или манилиальный ожог, подзаражаться во время цветения. Поэтому, конечно, если вы задумаете ее выращивать, вам надо подумать, как ее защищать, как помогать ей противостоять болезням. И вот тогда она будет одаривать вас по полной программе. Вы будете просто счастливы. Это будет любимое ваше растение в саду, то, на которое будут приходить экскурсии ваших соседей, смотреть. Вы сначала покажете, они потом будут понимать, что правда, ты это вырастил? Так ты же Мичурин, воплоти, ты же Темирязев. Да, приходите, смотрите. Да, вот это я вырастил. И каждый это может сделать. Это не так сложно. Самое главное – любить растения и знать их хотя бы немножко. Вот я вам рассказал про алычу. Загорелись, все, заводите у себя на участке. А еще лучше – учитесь прививать. Вот научились прививать. Не нужны вам никакие продавцы, никакие питомники, никто. Привили все, что надо. Достать черенок очень просто. Если мне нужен черенок, я иду просто по садовоческому товариществу. У нас тысяча участков, на тысячу участков обязательно все найдется. То, что даже в ботаническом саду всегда, не всегда найдется. Увидел, хозяину покричал, там, Саш, а тебе вот это вот не нужно? Нужно. А ты дай тогда мне вот этого своего. Все, поменялись, все отлично. Привил у себя. И у меня, в общем-то, это растение растет. Таким образом, я очень много красивых, например, там, сирени у себя привил. Тех же сортов алычи несколько штук нашел. Да, всегда можно найти. Ну и, конечно, научные учреждения. Та же самая Тимирязевка, Берлевский институт. Там есть, что нужно нам, садоводам. Но, естественно, они весной продают черенки. Так что научились проевать. Все, вы счастливый человек. Перед вами открылись новые горизонты. Итак, алыча гибридная или слива русская? Это то растение, которое должно появиться у вас на даче, если оно до сих пор не появилось у вас. Вы не пожалеете, что завели это растение. Будете радоваться. Оно просто будет приносить радость всей вашей семье. Вам, детям, внукам, всем. И соседям тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!